Добрый день, уважаемые участницы и представительницы прекрасного пола, и шарпиллярного спорта. Добрый день, организаторы, судьи, секретари. Добрый день, гости и болельщики. Я хочу поздравить вас с открытием первого этапа ЧМА по Харьковской области, с целью девушек и женщин. И я, и наш коллектив хотим пожелать вам роста, роста спортивного, психологического, личностного роста. Хотелось бы, конечно, со временем увидеть более посещаемый такой чемпионат. Я надеюсь, что мы за год-два обязательно добьемся таких результатов, чтобы участвовать было как минимум 20-24 человек наше время, это возможно. Хочу пожелать красивой игры, как можно больше результативных ударов, как можно меньше ошибок, чтобы вы ощутили праздник второго этапа, этого чемпионата. И слово для открытия данного турнира передается секретарю, главному секретарю, Руслану Политовичу. Девочки, всем добрый день. Пытались мы вспомнить, когда был последний раз в Харькове чемпионат области женский. Не вспомнили, что когда-то было, но не вспомнили, когда точно. Я думаю, это здорово, что проводим женский чемпионат. В Украине, наверное, сегодня только Киев себе может позволить провести, собрать столько девочек. Спасибо всем участницам. Сейчас о правилах судья кратко расскажет. Сетка 16 на 4, до 3 побед, полуфинал до 4, финал до 5. Вот динамичная пирамида об изменениях правилов в главном суде. Небольшие изменения в правилах. Раньше, если был штраф, человек снимает штраф. В данный момент при штрафе, вылетевшем в шаре, либо кикси, либо не попавшем в шаре прицельного удара, шар снимается штраф на полку и играется с руки. Либо снимается штраф и продолжается с позиции. Можно играть и свояка, и чужого. Если шар снимается, играется с руки, то только чужой прицельный удар. Если же падает два шара, и чужой, и своя, то соперник снимает штраф и играет прицельный шар с руки. В принципе, это все изменится. То есть это теперь штраф. Если раньше, допустим, мы играли с руки, забивали чужого и срока, это был переход хода, то теперь это штраф. Достаточно такая спорная позиция, спорная ситуация раньше была в динамике. В счет 7-7 мы играем с руки, допустим, чужого, и следом за ним падает свояк. Раньше это трактовалось как наша победа. Теперь это штраф и победа соперника. Грубо нарушение вообще, да? То есть уже как бы изменяя правила, ужесточили наказание за штраф. Спасибо. То есть точно там уже проверить цели. Первый этап. Компионат на Ханковской области. Играет завтра. Еще раз по баллу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.